Спонсор показа – наш интернет-магазин ummabook.ru. Все доходы от продажи направляются на содержание сайта ummah.ru. Далее как раз это все поясняется, 32-33 аяты. Они сразу как бы этот момент скинули. То есть это для нас и в Священном Коране именно этот фрагмент. То есть мы в Священном Коране маленькие фрагменты из многомиллионной или многомиллиардной. Неизвестно, сколько лет прошло в человеческой истории. Но мы через Коран знаем маленькие такие фрагментики истории. И вот это тоже просто фрагментик, но изложенный четко и конкретно с определенными акцентами на то или иное. И вот ангелы как среагировали. То есть Всевышний им сказал – вот вам вещи, предметы, явления, назовите. . Они сказали – Субханаллах. Субханак – это значит, ты выше всего и вся. То есть ничто не может достичь твоего уровня святости. Ты над всем и вся. Субханак. То есть принижая себя и возвышая Всевышнего. Субханак. То есть ты выше всего и вся. . У нас есть лишь то знание, которое ты нам дал. То есть в данном случае Адаму было дано чуть больше в определенных вещах. Они сказали – мы, да, у нас есть знание, но только то, которое ты нам дал. . И завершают. Поистине ты – всезнающий. . . Мудрый. Ну, опять же, люди обычно там, эти все нюансы. Можно ли назвать Алимом или Хакимом? Без определенного артикля, конечно, можно. Это обычное человеческое слово. Алим – знающий, грамотный. Хаким – мудрый или управляющий, судья. Ну, основной мудрый смысл. А вот Аль-Алим, Аль-Хаким – это из имен Всевышнего, потому что вот эта частица Аль уже дает уровень божественности. Именно Альм – знание, которое присуще лишь Богу, мудрость, которая присуща лишь Ему, Творцу. Но на этом все не завершилось. Следующий имели просто идеальное уважение и почтение ко Всевышнему. Но он со своей стороны . Обратился к Адаму. Адам. . Назови эти предметы. То есть . . Ну, то есть не ангелов, а этих предметов, явлений. . И когда он объявил эти имена . После этого, то есть подтвердив, закрепив этот момент. Не просто предположение, а вот именно закрепив, что у человека есть определенные привилегии. . Всевышний, опять же, очередной раз закрепляя, при всей покорности, безусловно, стопроцентной ангелов, Всевышний все равно этот момент и в Кораническом тексте, как тоже, такая важная культура пред Богом. Всевышний закрепляет. «Я же вам сказал о том, что я знаю то, что неведомо на небесах и на земле». . «Я знаю то, что вы делаете явно». И то, что вы скрываете. То есть абсолютно все известно мне. То есть абсолютно все известно только Всевышнему. Не более того, никому более. Даже ангел имеет свои ограничения.